Играть на чужом поле для футболистов всегда сложнее, чем на своем. Но благодаря поддержке ивановских фанатов, игроки текстильщика даже в Костроме чувствовали себя как дома. Поддержка красно-черным была действительно нужна, ведь Костромской «Спартак» – команда сильная. В довесок к серьезному сопернику – 30-градусная жара. Первую половину матча команды были на равных. Игроки текстильщика пытались не подпускать костромячей к своим воротам. А хозяева поля пресекали атаки красно-черных. На перерыв команды ушли, так и не распечатав ворота. Во-первых, приятно то, что откликнулись болельщики. Приехали почти три автобуса у нас. И почти столько же болельщиков, как костромячей у нас. Во-вторых, я надеюсь, хотя сейчас пока 0-0, но хорошая традиция сложилась, что когда мы приезжаем в Кострому, мы у них выиграем. Поэтому мы будем надеяться, что мы победим в этом матче. И пожелать, конечно, команде успехов. Во втором тайме ивановцы с новыми силами вступили в игру. На 61-й минуте матча с подачи Александра Барунова ударом головы забил полузащитник-текстильщика Евгений Попов. Хозяева поля безуспешно пытались сравнять счет. А на 80-й минуте, воспользовавшись усталостью соперника, Барунов забил и сам. Итоговый счет 0-2 в пользу текстильщика. Хотел бы поздравить ребят своих. Они молодцы, они дотерпели в такую жару. В итоге забили два мяча и выиграли. И также хотел бы поблагодарить армию болельщиков, которая приехала нас поддержать. Забитые мячи мы забили. Могли в первом забить. Это футбол. Во втором получилось, забили и довели игру до победного конца. Тренер Спартака списывает проигрыш на проблемы в составе игроков команды. На данный момент тяжело. Захаров пропустил. Он сейчас тоже после травмы выходит. То есть у нас практически вся передняя линия, на кого делалась, скажем так, определенная ставка. И в прошлом году ребята это доказывали. И в этом. Их сейчас просто-напросто нет. Вот. И сделать какую-то ротацию в составе мне сейчас практически приходится очень тяжело. Сейчас в обойме текстильщика три победы в трех сыгранных матчах. Следующая игра состоится 10 августа. На этот раз ивановцы примут на своем поле команду «Химик» из города Дзержинск.